Ирина Анатольевич, я рад вас приветствовать в телевикторине «Знаете ли вы Карганду?» Здравствуйте, приветствовать тоже рад, насчет «Знаете», ну вот столько, сколько знаю. Что значит для вас ностальгия? Ностальгия для меня всегда это два состояния. Одно это ностальгия по местам, а другое по людям. Причем по людям не в том возрасте, в котором нахожусь, а в том, в котором когда-то обретался. Вот это самое сильное, потому что мне было не так много лет, когда пришлось Карганду покинуть на некоторое время. И я все время вот туда возвращался, в эти воспоминания, так были мне эти люди дороги. А потом, когда я с ними столкнулся, они перестали быть такими дорогими, но в эти воспоминания я все равно возвращаюсь с удовольствием. А осталось ли в городе место, которое близко вашему сердцу? Конечно, и не одно. Ну, это, конечно, 15-й микрорайон. Я впервые тогда трамвай увидел. В 1968 году мы переехали с улицы Алданская в Майкудук, получили новую квартиру. Как это было хорошо, красиво, здорово. Трамвай – это было вообще открытие. Да еще ехать полтора часа до нового города – это же просто ужас. Но, тем не менее, так что вот тот дом, дом номер один в 15-м микрорайоне – это, конечно, сердцу близкое место. Ну, и та местность, или то место, где была когда-то наша улица Алданская, это сейчас гаражный массив, между, скажем, винзаводом и 26-м кварталом, вот это тоже место, дорогое сердце. Ну, так жалко, когда я вижу там гаражи. Ваше детство прошло в Майкудуке? Вот часть родился на улице Алданская до 7 лет, и с 7 лет – это все Майкудук. Майкудук закаляет, это правда? Скажем так, люди в Майкудуке мужественнее и более подготовлены к жизни, нежели те, кто родился здесь и все время здесь обретался в городе. Перейдем к нашей викторине. Если вы готовы, то вперед в прошлое. Ну, давайте в прошлое. В дорогое. Так, первый вопрос. В 1951 году в Карганде их было 9 авиамаршрутов, автобусных маршрутов, трамвайных маршрутов или троллейбусных маршрутов? Я думаю, что это были автобусные маршруты. Сразу? Ну, вот даже без комментариев. Почему? Потому что моя мама вот в те годы, то есть до моего рождения, потому что я все-таки родился в 61-м году, она работала кондуктором. Автобус этот ходил от ДК Майкудука в Тимиртау. И между ДК Майкудукой и Тимиртау не было никаких домов и так далее. То есть вот, наверное, это все-таки были автобусные маршруты. 1951 год. В газете опубликованы маршруты движения городского транспорта, а также часы их работы и стоимость проезда. По Карганде сегодня, пишут в 51-м году, курсирует 9 автобусных маршрутов. Автобусы ходят с 7 утра до полуночи, билет стоит 25 копеек. Ура! Правильно отгадал, потому что знать я этого не мог. Второй вопрос. Какое событие произошло в Карганде 1 марта 66-го года? Началось троллейбусное движение, открылся первый магазин самообслуживания, появилась первая световая реклама или телефонные номера стали пятизначными? Ну, про рекламу я вот здесь как-то подожду, потому что рекламы в то время, думаю, что вообще не было. Про самообслуживание, думаю, что в 66-м году его тоже не было. Телефонные номера стали пятизначными, думаю, что еще не стали пятизначными. Скорее всего, началось троллейбусное движение. Как мне представляется? Помните, у Акуджавы я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний случайный. Троллейбусы вашего детства были синими? Не могу сказать, что они были синими, но вот бело-зеленый, скорее всего, синих еще не было. Они были похожи вот на те автобусы, которые мы видим на фотографии. Это Лиазы, я их точно знаю, и там пазик виднеется. А вот там сзади тот самый троллейбус. Скорее всего, он был бело-зеленый. Как мне думается. С 1 марта 1966 года абоненты телефонных станций перешли на пятизначную нумерацию. До этого в нашем городе телефонные номера состояли из четырех цифр. Например, на железнодорожный вокзал можно было дозвониться по номеру 2601. Вы помните какие-то номерочки из прошлого? 01020304, конечно. Конечно, но с телефонными номерами тяжело. Почему? Потому что майкудукское детство обеспечило еще и юность, и первый период дамужания, тогда, когда телефоны были один на подъезд, ну максимум. Ну и устанавливали их либо представителям номенклатуры, либо действующим сотрудникам тогда милиции. В нашем подъезде не было ни одного милиционера и ни одного номенклатурщика. Поэтому приходилось, если звонить, то в соседний подъезд к соседям. Но, кстати, соседи были открыты и с удовольствием давали свой телефон для того, чтобы попользоваться. Идем дальше. Третий вопрос. Какое новшество имела первая девятиэтажка в Карганде в 1967 году? Газ, горячую воду, лифт или радиоточку? Лифт, конечно, лифт. Пацанами мы приезжали сюда, в город на девятиэтажке ворвались и катались на этом. И вверх, пока нас не выгоняли. В Карганде построены первые высокоэтажные жилые дома в 1967 году. Их проект был разработан московскими институтами. Дома были оборудованы лифтами. Впервые в городе. Вот, кстати, напротив вот этого панно, магазина «Юбилейный», и была наша улица Алданская. Туда Новоселов и ближайшая к железнодорожным путям Алданская. Вот это тоже кусочек детства. Четвертый вопрос. Какому предприятию принадлежал теплоход «Караганда» в 70-е годы? Балтийскому морскому пароходству, Камчатскому морскому пароходству, Каспийскому или Черноморскому морскому пароходству? Раньше в газетах не без гордости писали, есть у Караганды морская граница, имея в виду вот этот самый теплоход. Ну, предположу, что все-таки это Каспийское морское пароходство. Почему? Потому что граница Казахстана, вот как раз вот там. Я хорошо помню еще залив Карабагасгол. Ну и Мангастау это да. Поэтому предположу, что это Каспийское морское пароходство, но не уверен. В 1969 году на Варнемюндской верфи в Германской демократической республике был построен многоэтажный теплоход, который назвали именем Караганды. Тогда он точно не дожделся до Каспия. Судно принадлежало Балтийскому морскому пароходству. Понятно. Автобус какого маршрута впервые соединил новый город с юго-востоком? Номер 9, номер 11, номер 19 или номер 33? Предположу, что это был 33 номер. Но предположу. Все эти автобусы соединяли город с юго-востоком. Но тут вопрос о том, какой был первым. Я понимаю. Я думаю, что это был 33-й. 21 января 1972 года, день рождения, юго-востока, микрорайон принял первых новоселов. Кстати, вот ровно получается 50 лет. На почтовых открытках и письмах появился новый адрес. Караганда, юго-восток, 27-й микрорайон. По новому маршруту пошел первый автобус. Номер 11. Ну что, так бывает. А на каком маршруте ездили чаще всего вы? 35-й. Это самый распространенный был. Почему? Потому что я еще и спортом занимался немного. И приходилось ездить в облсовет «Динамо». Тогда он располагался на Волгодонской улице. Ну, рядом с Волгодонской, на улице Садпаева. Остановка была как раз Волгодонская, поэтому это был самый распространенный для меня автобус. Ну и так в город было достаточно хорошо приехать 35-м автобусом. Хотя были проблемы. Это два переезда. Сейчас это только один переезд. Тогда был еще и второй, соединяющий ЦОВ-Карагандинскую с 35-й шахтой был еще один переезд. Если попадал в эти два переезда, могла тренировка пролететь просто мимо. Ну и, конечно, это тройка. Три Э. Конечно, это четверка. Четыре Э. А до того, как появились эти экспрессы, был 14-й автобус. Потом он стал ходить только до Олимпийской, до трамвайного кольца, которое там было. Кстати, вот 35-й автобус, вот Икарус оранжевый на фотографии. Это Икарус уже помоложе. А до этого были Икарусы красно-белые, которые мы называли телятниками, потому что там было жутко холодно. Вот этого я не помню. А я помню. Красно-белые Икарусы тоже вот с гармошкой, без гармошки. Ну ужасно холодные автобусы. Вопрос номер 6. В 70-е годы эти два родных брата руководили двумя крупными однопрофильными предприятиями, в Караганде и Алмате, кондитерскими фабриками, машиностроительными заводами, пивзаводами или чулочно-носочными фабриками. Легендарные предприятия Караганды. Какой завод? Какие братья? Еще раз. Два родных брата руководили двумя... И год? Крупными 70-е годы. 70-е. Рискну предположить, что это пивзаводы. Карагандинский пивзавод и Алматинский пивзавод. Да. Легендарный Алматинский пивзавод. Легендарный Карагандинского вряд ли вы найдете, но пусть будет легендарный Алматинский. 1976 год. Два предприятия, Алматинское и Карагандинское, заключили договор на социалистическое соревнование. Ими руководят два брата. Алексей и Александр Сергеевич Золотаревый. А, кондитерские фабрики. Все понял. На сегодняшний день Карагандинское предприятие во всем показателям опережает Алматинское. Еще бы. Большой золотой медалью отмечены конфеты карагандинской сорти на ярмарке в Лейпциге. Речь идет о кондитерской фабрике. Речь идет об сорти белом. Хорошо. Не знал, что у Золотарева был родной брат, который тоже руководил кондитерской фабрикой. Вопрос номер 7. В том же 1976 году в Караганде появился новый вид услуг. Доставка продуктов на дом. Открылся пустежерный цех. Открылся салон звукозаписи. Или была организована служба знакомств. Чем-нибудь пользовались из перечисленного? Продукты на дом не заказывали в 76-м? Продукты на дом точно не заказывал. Я пользовался услугами магазина «Жолды». Сходил туда пешком. Ну и с бетончиками или без. В 76-м году я уже был таким серьезным парнем. Но салоны звукозаписи были до 76-го года. Служба знакомств. Скорее всего, она возникла после. А не поясните, что такое пустежерный цех? Пустежерный цех – это цех по производству, скажем, париков, шиньонов, накладных вот этих элементов. Рискнул предположить, что все-таки доставка продуктов на дом. 1976-й год. Новый вид услуг появился в Караганде. На 92-м квартале открылся пустежерный цех. Здесь изготавливают и красят в разные цвета парики-шиньоны. Тут можно заказать ресницы, полупарики и накладки для мужчин даже. Ну, не знаю, как у вас информация. Скорее всего, она у вас поофициальнее. Но парики-шиньоны были до 76-го года. В 76-м мае я отсюда... В 75-м мае я отсюда уехал и учился у бабушки. И до 75-го были и парики-шиньоны. Салоны звукозаписи были еще в 74-м, если не раньше. Ну, ладно. Доставка продуктов на дом была. Мне попадалось в газетах с конца 60-х, в начале 70-х. Строились вот эти большие магазины. Юбилейный, Айман. И там в каждом была доставка продуктов. И все. По крайней мере, она... Майкудуки у нас не было точно. Она декларировалась. Но на самом деле, было или нет, я сказать не могу. Думаю, что было. Почему? Потому что уже тогда при райкомах партии существовали такие заказы. Большие пакеты. И что в них было? Там было много чего интересного. Но об этом я узнал потом. Их доставляли. Восьмой вопрос. Кто из ниже перечисленных каргандинцев не является почетным горняком? Атари Ишхнелли, Рейнгольд Литман, Алексей Кубачук или Леопольд Думлер? Все известные каргандинцы, один из них не горняк. Я предположу, что все-таки это Литман, Рейнгольд. Просто предполагаю. Потому что не уверен. Фамилия Ишхнелли, Кубачук, Думлер. Кубачук я знаю, Ишхнелли, слышу, Думлер тоже слышу. Вот Литман в памяти просто нет. Рейнгольд Литман. Это герой социалистического труда. Знатный горняк Караганды. Пусть будет так. А вот ученый, доктор геолога минералогических наук, профессор 80-х годов, возглавлявший производственное объединение Центра Казгеология, открывший Шубаркольское угольное месторождение Леопольд Федорович Думлер. Думлер. Ну, пусть будет так. Хорошо? Девятый вопрос. Хорошо. В 1987 году в ресторане «Орбита» открылась первая в городе видеодискотека, кальянная, кофейня или сауна. Как развлекались? Где предпочитали отдыхать в середине 80-х? В 1987-м я предположу, что все-таки это была видеодискотека. Просто предположу. В 1987-м год в ресторане «Орбита» Ленинский райком комсомола организовал видеодискотеку, первой в нашем городе. Потому что вот кофейня, кальянная, сауна ближе к цивилизации, а вот видеодискотека – это супер на то время. В 1987-м годов. Да. А вы как проводили? Где предпочитали отдыхать вот в те годы? В те годы я уже был достаточно взрослым человеком. Работал в управлении спирс-шехтомонтаж. Коллектив был достаточно серьезный, порядка 6 тысяч человек. Мы занимались монтажом всех тех больших и малых железяк, которые вот внутри под землей, далеко и глубоко. Поэтому особых развлечений не было. Конечно, устраивали мальчишники где-нибудь. А, конечно, мы ходили на концерты, если они были. Я помню, Жанна Агузарова здесь смотрела, группу «Круиз» здесь смотрел. Концерты, как правило, были в «Бодорце спорта Октябрьский» он тогда назывался. Вот на льду все это накрывалось, ставили студии. Было здорово. Но это было здорово, поскольку это было нечасто. А так, ну, либо дома. Ну, а пока был не женат, это было далеко, до 1987 года. Ну, вот сюда в ресторан напитые ходили. Иногда из Микудук приезжали. Или в ресторан Караганду. И последний, десятый вопрос. Вот как. В 1991 году в Караганде были введены продовольственные талоны. Давайте вспомним, какое количество колбасы полагалось на душу населения осенью 1991-го. Полкило, килограмм, два или пять килограммов. Ну, килограмм, скорее всего. Потому что такие талончики где-то у меня даже лежат. Огромная такая портеночка. Были целые книжки талонов. У кого книжки, у кого все-таки вот были портеночки. Выдавались вот такие портеночки. Прикреплялись к определенным магазинам. Полный килограмм там был колбасы. 1991-й, да, скорее всего, килограмм. 1991-й год. Сдвиги в лучшую сторону наблюдаются в отоваривании населения продовольственных талонов. Мясо и мясопродуктов на талон в октябре будет выпускаться уже по два килограмма. Ох, вот как. Норма на водку пол-литра на взрослого человека. По-прежнему на один талон можно будет купить полкило колбасы. Ужас. Я однажды пошел в магазин, и было масса неиспользуемых талонов на водку, потому что не было нужды. Еще меняли. Я обнаружил, что за меня кто-то все получил. Меняли талоны на водку, меняли там на гречку. Я понял. Но даже поменять не удалось. Почему? Потому что сказали, ну вы же вот все получили, вот ваши подписи, идите отсюда. Ну и так далее. По итогам нашей сегодняшней программы сейчас я посмотрю. Ну проиграл я с диким перевесом в пользу телевизора. Ну ничего страшного. Вы дали два с половиной, два с половиной три правильных ответа. Ну что ж теперь сделаешь. Так думаю, премия не полагается мне никакая за это дело. А какие годы были лучшими для вас в вашей жизни? Да я не могу сказать, что какие-то годы были особенно лучшими. Они каждые дороги, потому что я их все пережил, и каждый по-своему дорог. Обычно говорят, детство беззаботное. Ну детство беззаботное, это да. Скорее всего, это те годы, когда и папа был жив, и мама была со здоровьем, все хорошо. Сейчас мама жива, слава вам Богу, но папу уже давно нет. Вот как-то так. Я бы не сказал, что они просто дороги, они целее. Наверное так. Потом все-таки дети, внуки, я не могу сказать, что отдельно какой-то год, вот он дороже или не дороже. Они все яркие. Есть яркие моменты просто в жизни, да? Причем в каждом году этой жизни есть яркие моменты. Поэтому они так и откладываются. Конечно, с удовольствием бы там лет 10 пообретался в выпускных классах школы или в институте, или в техникуме, в которых обучался. Да и в профтехучилище за плечами, и там было хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!